Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Гефсиманский сад — это одно из самых известных мест во всем Израиле. Мы находимся неподалеку от края Масличной горы. Рядом с нами находится гора Скопус. Мы находимся в месте, которое, как предполагают, является садом, где молился Иисус. Здесь растут масличные деревья. Мы выбрали это место по ряду причин. Мы хотим показать вам место с новыми видами. У меня есть откровение от Бога. Сегодня я предлагаю вам разобрать это откровение. Я расскажу вам историю, которая имеет отношение к разбойникам на кресте. Буду проповедовать об откровении об одном из разбойников. Давайте вернемся к распятию Иисуса на кресте. Иисус был распят на холме, который на латыни звучит как «калвари». Так мы перевели это на английский. На иврите это «голгофа». Это означает «холм черепа». Есть две теории о холме черепа. Во-первых, Адам умер, и его погребли. Итак, череп самого первого человека Адама захоронен под этим холмом. Мы видим сцены распятия на некоторых картинах средневековых художников. Мы видим череп возле креста на полотнах тех художников. Я не думаю, что этот череп принадлежал тем, кто был казнен на кресте, на этом месте до Иисуса. Итак, здесь изображен череп Адама, об этом учили отцы церкви. Сейчас в мире проповедуют другую теорию. Предлагаю исследовать теорию, которая известна в мире. Однажды пастушок по имени Давид убил филистимского единоборца Голиафа из города Геф. Об этом сказано в первой книге царств. Он отсек ему голову. И вот что сказано в одном из стихов Библии. Давид отнес голову Голиафа в Иерусалим. Он убил его в 30 километрах отсюда. Почему он взял его голову и принес ее сюда? Потому что Исполин был порождением змея, о котором говорится в Бутии 3.15. «Падшие ангелы были семенем змея. Ангелы смешались с людьми». Это старое учение. Не пугайтесь его. Ангелы приняли вид обычных людей. Они вошли к женщинам, и те породили Исполинов. Это написано в Бутии. Возможно, доблестный герой Давид взял череп языческого великана Голиафа здесь, в Иерусалиме. В холме черепа лежит череп этого Голиафа. Слово «голгофа» произошло от оборота «голиаф из Гефа». «Голгофа» — это гипотеза. Это кримские солдаты распяли Иисуса Христа на холме черепа. Большинство из вас знает о том, что, согласно Евангелиям, было распято три человека. Слева висел разбойник, справа висел разбойник, и Иисус висел в центре. Мне было интересно читать о том, как развивались эти события. Дело в том, что в истории о Песахе из 12 главы Исхода мы читаем о крови ягненка. Бог заповедал евреям помазать этой кровью косяки двери и притолоку. Он заповедовал им помазать дверь дома снаружи. А вы заметили то, что Бог никогда не просил евреев мазать пол жилища? Почему он не сказал этого? Когда евреи выходили из Египта, им пришлось бы наступать на кровь тех закланных ягнят. Бог не позволил им окропить полы их крови, потому что люди, познавшие Бога и отступившие от веры в Новом Завете, тем самым наступают на Божьего Сына своими ногами. Бог дал нам предельно точные, понятные прообразы. Итак, прочтите об этих прообразах и тенях будущего в Ветхом Завете и об их исполнении в Новом. Два косяка и притолока, два креста и креста Иисуса. Также существуют ремнения о нем. Центурион сказал об Иисусе так, это был Сын Божий. Другие стоявших там назвали его пророком. Они верили, что он был лишь пророком. Харисеи верили в то, что он был самозванцем. Они не верили в Иисуса. Три мнения и три разных креста. Римские солдаты пронзили его руки гвоздями. Они пригвоздили ноги Иисуса к кресту. Копьё пронзило его бок. Римские солдаты пронзили Иисусу руки, ноги и бок. Все это совпадает с прообразом. Я расскажу вам факт из истории католической церкви. Многие из наших партнеров не знакомы с историей католичества. Возможно, вы не знаете этого. Кажется, протестанты даже и не слышали об этом. Ватикан владеет подземными библиотеками, где хранятся различные документы. Сторонники взглядов Арчко перевели его книгу на английский. Я не рекламирую ее, но это очень занимательное издание. В книге процитированы письма «Времен Христа о его распятии» и «О воскресении». Там много документов. В тех документах есть упоминания о двух разбойниках на кресте. Библия не называет их имен. Евангелисты не указали их. Это просто разбойники. В томе Арчко покаявшийся разбойник назван Дисмосом, а не раскаившийся Гестасом. Итак, легенда гласит, что распятых разбойников звали Дисмосом и Гестасом. Примечательно то, что переводчики Библии короля Иакова назвали разбойников ворами. Возможно, слово «грабитель» будет более точным переводом оригинала. Итак, эти мужчины занимались грабежом, они создавали проблемы. Нам важно понять вот что. Кто был главарем этой шайки? Знаете ли вы, кто был главарем этой банды? Вы готовы? Его звали Вараву. Теперь история становится понятней. Теперь мы понимаем то, что разбойника Вараву должны были распять. Его должны были распять вместе с Гестасом и Дисмосом, которые были его подельниками. Палачи должны были распять всю банду. Мы не будем вдаваться в подробности о том, как предавали казнь преступников или освобождали их по милости Господа согласно традиции и Песаху. Итак, власти Рима освободили Вараву. Обратите внимание на то, как звучит имя Варава. Имя разбойника звучит так – Бар-Аббас. Смотрите, друзья, слово «бар» переводится как «сын». Вы понимаете, слово «аббас» является формой слова «абба». Оно означает «сын отца». На кресте распяли сына другого отца, то есть Иисуса. Сын небесного отца заменил на кресте сына земного родителя. Сын небесного отца заменил на кресте сына земного отца. Теперь послушайте всю историю со всеми сопутствующими подробностями. У вас может возникнуть недоумение, когда вы читаете Библию. У вас может возникнуть недоумение, зачем нужно было еврейскому мужчине Иисусу идти на распятие, которое осуществляли на дереве. Петр назвал крест деревом. Евангелисты назвали его крестом. Другие люди считали, что это был столб. Они опирались на греческий оригинал. Они считали, что крест был в виде столба. Есть история о том, как римляне распинали людей. На столбе было сидение. Я узнал об этом, когда побывал в Назарете. На кресте было прибито подобие сидения. Казненный опирался на это сидение. Итак, это сидение называлось седалищем милости. На кресте было пробито подобие сидения. Если бы не это опора, то наказанный задохнулся бы на кресте. У него началось бы кровотечение, и вскоре он умер бы. Наказанный садился на опору. Солдаты Рима прибивали ступни человека гвоздями к кресту. Это интересная деталь, потому что есть пророчество о победе над сатаном. Бог дал его в бытии 3.15. Твое семя будет враждовать семенем женщины. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь сжалить его в пятку. Я хочу рассказать вам об интересном экспонате. В музее Израиля есть асуарий. Асуарий — это ящик. Этот ящик нашли на Масличной горе. В ящике хранится ступня распятого человека. Когда-то гвоздь пронзил пятку человека. На картинах мы видим стопы Иисуса Христа, пронзенные одним гвоздем. Возможно, все было не так. Скорее всего, солдаты вбивали гвозди в пятки, загоняя их по бокам столба, потому что пятка должна быть ужалена согласно пророчеству. Теперь мы поговорим о руках распятых людей. Мне сложно поднять руки, но руки у людей были подняты и перекрещены. Солдаты вбивали гвозди в пятки. Палачи вбивали гвозди в каждую пятку наказанных. Они забивали гвозди в руки, но не в ладонь. Солдаты забивали гвозди в запястье, то есть в лучевую кость. Итак, если бы гвозди забивали в ладони, то ладони не выдержали бы веса тела, и он не смог бы висеть на кресте. Нужно понимать то, что традиционные идеи и полотна, изображающие распятие, идут вразрез с Библией. Есть еще одна интересная идея. Много лет назад журнал «Обзор библейской археологии» опубликовал статью одного эксперта. Он изучал доводы о распятии. «Назовите мне еще одного человека из Священного Писания, который скрестил руки». Вы, мои партнеры, и должны об этом знать. Скажите, что сделал Иаков, когда он благословлял Ефрема и Монасио? Он скрестил руки. Таким образом, Иаков, у которого было благословение, передает свое благословение не первенцу. А другому сыну руки Христа были скрещены, потому что, во-первых, он пришел к иудеям, а потом к язычникам. Теперь пришло время изменить это и спасти язычников. Нужно понять это, потому что мы скоро перейдем к другому вопросу. Этот вопрос является разгадкой всего. Итак, мы видим то, что это происходит. Пожалуйста, принесите мне кофе. Принесите кофе. Давайте купим всем по капучино. Сегодня первый день, и перелет создал определенные трудности. Но это ничего. Итак, осирийцы и вавилоняне начали распинать людей в VI веке до н.э. Греки переняли этот вид наказания в IV веке до н.э. И практиковали его в восточной части Средиземного моря. Римляне переняли этот вид казни и практиковали его на протяжении пяти веков. Рим запретил распятие в V веке н.э. Римляне исполняли смертный приговор над преступниками, распиная их. Это продолжалось пять столетий. Теперь послушайте меня внимательно. Почему Господь Иисус Христос не мог избежать казни через распятие? Это имеет отношение к крови. Чему учит Библия? Мы приняли спасение, освящение, новое рождение, оправдание, рождение свыше и исцеление. Мы приняли все эти духовные блага и благословения. Мы имеем эти блага, потому что Иисус пролил кровь. Священники возлагали жертвы на алтарь и крапили на него их кровью. Священники клали быков, баранов, ягнят и голубей на алтарь. Они крапили кровью на алтарь, потому что жизнь всего сущего содержится в крови. Без пролития крови не бывает прощения грехов и преступлений. Кровь Христа искупила нас, что принесло распятие. Кровь Христа пролилась из его бока. Исайя и Петр сказали, что мы исцелились его ранами. Кровь пролилась с головы Спасителя Христа. Теперь Иисус стал владыкой наших мыслей. Мы должны обновлять свой разум. Солдат проткнул тело Иисуса, то есть его сердце. Он дарит людям новое сердце. Таким образом, драгоценная кровь Господа Иисуса Христа истекала из каждой раны на его теле. Каждая рана символизирует искупление той или иной области нашей жизни. Бог искупил наше тело, дух, душу, разум и сердце. Итак, Божий Сын выкупил все это, изменил и преобразил через нашу веру в кровь Господа Иисуса Христа. Распятие было необходимостью, поэтому Иисус пролил свою кровь на кресте. Вы понимаете, многие благочестивые иудеи времена Иисуса Христа не осознавали следующие особенности. Вот что Моисей написал во Второзаконии. «Всякий, кто повешен на дереве, будет проклят». В древности иудеи, которые были очень благочестивыми и знали Тору, говорили, как можно поверить в такого мессию, который проклят и висел на дереве. С одной стороны, это очень веский аргумент. Но если посмотреть на то, что произошло благодаря распятию, то все становится на свои места. В Ветхом Завете первосвященник возлагал руки на животное в день искупления. Он возлагал грехи Израиля на козла, касаясь его головы. На иврите «козел» — это «Азазельб». На наш язык название этого животного переведено как «козел отпущения». Итак, он возлагал руки на козла. Священник вел козла на веревке несколько километров. Они отправлялись из Иерусалима и доходили до Мертвого моря, до горы Азазель. Я был на ней один раз. Священник обводил козла отпущения вокруг Масличной горы, ведя его на веревке к очередному месту. Так они проходили девять мест. Затем служитель сталкивал козла с утесом. Козел умирал, и Бог прощал грехи. В связи с этим нужно понять то, что было в часы, когда происходило распятие. Писание говорит так. «Тот, кто не знал греха, стал грехом для того, чтобы мы стали божественной праведностью в союзе со Христом Иисусом». Священник возлагал грехи народа на козла отпущения, и это животное несло на себе грехи народа. Священник молился и возлагал грехи народа на козла. Козел принимал грехи на себя, а потом животное умирало. Еще был другой козел, который принадлежал Богу. Азазель уходил из Иерусалима, а потом он умирал. Воравый избежал смерти, но потом он умер. Второго козла приносили в жертву на алтаре. Итак, Небесный Отец возложил грехи всего человечества на Иисуса в Гефсиманском саду. У него пошли кровь и пот, когда он прилежно молился. Он не знал, что такое грех. У него пошли кровь и пот. Бог возложил грехи на Христа. Бог возложил все грехи на Иисуса. Вот так Иисус заместил нас на кресте. С этого момента история распятия на Голгохе становится просто захватывающей. Следите за мыслями. Я буду говорить о факте прощения. Здесь есть урок из истории. Скажите, я готов? Потерпите еще, помазание сходит на меня. Ведите себя, как взрослые люди, иначе местные поставят вас на место. Откройте 23 главу Евангелия от Луки. И когда они пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и разбойников. Одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус Христос говорил Богу, Отче, прости им, потому что они не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. Почему Господь Иисус простил всех людей на кресте? Почему Он простил тех, кто пытал и распинал Его? Потому что Иисусу предстояло стать небесным первосвященником. Он должен был прощать людей в будущем. Поэтому Ему нужно было простить грехи против Него. Я написал это в книге «Опасная рыбалка в море забывчивости». Иисус сказал в Своем Слове, «Если вы не будете прощать людям согрешения их, то ваш Небесный Отец не простит и вам». Иисус сказал это до Своего распятия. Он знал, нас ожидает беда, если мы умрем, не простив. Я не позволю Моему народу сделать это. Понимаете? Я прощу людей, чтобы они могли спастись. Иисус сказал, прости им, ибо они не знают, что делают. Обратите внимание на то, что произошло потом. Разбойники разговаривают с Иисусом. Они говорят об этом после того, как Он молится о прощении. Они заслужили казнь, а Христос не заслужил. Один из них сказал Христу, «Если ты сын Бога, то спаси себя и нас». Он не заботился о своих грехах. Он просто не хотел умирать. Этот человек не заботился о своих грехах, а не хотел умирать. У второго разбойника было другое понимание жизни. Его слова записаны в Евангелии от Матфея. Это сказано в 23 главе. Разбойник сказал Иисусу, «Господи, вспомни обо мне, когда придешь в свое царство». Христос принял его просьбу. Второй разбойник не просил прощения у Господа до тех пор, пока Иисус не простил своих мучителей и палачей. Он не просил прощения у него. Он сказал это после того, как Бог простил людей. А почему? Потому что тот разбойник подумал. Этот необычный человек способен смотреть с любовью на тех, кто надел венок с колючками ему на голову. Они исполосовали его спину кнутами. Они вогнали гвозди в его руки и ноги. Если этот удивительный человек смог простить их, то он простит и меня. Давайте вспомним о контексте. Палачи не просили прощения, когда он простил их. Разбойник на кресте понял, если Иисус простил их, то он простит и меня. Итак, Господь Иисус Христос простил людей, которые согрешили против Него. Благодаря этому закоренел и грешник, поверил в то, что он простит и его. Церковь, я обращаюсь к тебе. Послушай, грешники грешат, люди ведут себя плохо из-за греха. Они становятся пьяницами, наркоманами, ворами и совершают другие безумные вещи. Мы обладаем геном Адама. Если бы существовало лекарство от глупости, то люди ринулись бы в магазины, чтобы купить его. Если Америка продавала бы такое лекарство, то у нас наладили бы его продажу и производство. Все спрашивали бы близких, «А ты принял таблику?» Греховная природа побуждает людей совершать отвратительные и совершенно безумные поступки. Эта природа живет в нас. Только Христос избавляет людей от нее. Послушайте меня. Вы судите человека, который согрешил против вас. Он не спасен. Итак, вы не простили человека, который обидел вас очень сильно. Ваш Небесный Отец не простит вас. Библия доказывает это. Итак, вы приняли решение простить человека, который обидел вас. И вот смотрите, «Прощай обидчика, вы свидетельствуете миру и также неверующим». Ты простил ему это? Ты что, сошел с ума совсем? Нет. Я сделал то, что сделал Бог. Я подражаю ему. А вот и все. Мы не прощаем зло. И мы хотим наказать тех, кто сделал нам больно. Мы хотим наказать преступника. Тогда и мы должны быть наказаны. Это справедливо. Мы думаем следующим образом. Если мы простим обидчика, то тем самым мы оправдаем его проступок. Мы считаем, что если мы простим его, то мы снимем с него ответственность за его действия. Но это неверно. Вы прощаете человека ради вас. Если вы не прощаете обидчика, то Бог не простит вас потом. Если вы не простите обидчика, то Отец не простит вас. Это был трудный урок для меня. Я научился освобождать людей, прощая их. Я ненавижу только дьявола. Но я очень люблю людей. Я люблю одних больше, чем других. Тещи и зытья, свекрови и невестки. Вы прекрасно меня понимаете. Мы любим одних людей больше, чем других. Итак, второй разбойник не просил прощения. Он не просил прощения у Господа до тех пор, пока Иисус не простил своих мучителей. Когда ты прощаешь согрешивших против тебя, тогда они понимают то, что они могут прийти к твоему Богу. Вы можете сказать, «Бог простил мне грехи». Он простит и твои грехи. Но вначале простите этого человека. Усвойте урок из истории о разбойнике. Это урок о том, как прощать, и о том, как освобождать других, чтобы Небесный Отец простил и вас самих. Сегодня прекрасный денек. Мы всегда делаем объявления в эфире телепрограммы «Фестиваль Манны». Правда? Сегодня прекрасный день. Солнечно и замечательно. Друзья, помогите нам продолжить вещание. Присылайте пожертвования и смотрите объявления. Мы расскажем о датах и о городах, где мы будем служить. С Богом! Аминь. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний, живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему семь из десяти христиан живут ограниченной жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильное. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены, как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лже-свидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — «Как простить в экстремальных случаях». Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — «Когда Бог отменяет ваше будущее прощением». Вам нужно это знать. К книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Многие не знают, почему у них нет прорыва и почему Бог не отвечает на их молитвы. Они не знают, почему они так слабы. Книга «Опасная рыбалка в море забывчивости» даст ответы на эти вопросы. Тут вы обнаружите много материала и истории, которые помогут вам. Люди говорят, что эта книга стала их любимой книгой из всех, написанных мною. Эта новинка станет благословением для вас также. Часть зрителей знает, что я объявляю маршрут своих богослужений в конце моей телепередачи. Я расскажу о городах, в которые я приеду. Мы приедем на фестиваль воин. Молодые люди увидят меня в Кливленде, Теннесси. Это будет в марте. Мы приедем в кафедральную церковь в Бамонт, Техас. Это будет с 6 по 8 марта. Приезжайте к нам на три дня служения. Затем мы заедем в церковь его присутствия и будем там 14 и 15 числа. Также состоится пророческий саммит в Международном центре Омега. Он будет проходить в конце апреля. Не забудьте посетить нас, если вы живете в Су-Фоллс, Южная Дакода. Мы приедем к вам послужить в конце мая. Также мы приедем в Биллингс, штат Монтана, в июле месяце. Мы приедем с Линдоном Кууле и его командой поклонения. Расскажу о том, во что я верю. Я евангелист. Я верю в пробуждение. Одни зрители видят во мне учителя тонкости культуры иудеев Библии. Другие видят во мне пророка-проповедника, потому что Бог ведет меня в направлении проповеди о пророчестве к Библии. Если вы не знаете о прошедших событиях моей биографии и о том, кем я являюсь, то вы не понимаете то, что я являюсь евангелистом. Я являюсь благовестником с 18 лет. Я помню пробуждения, которые длились от трех недель до двух с половиной месяцев каждый день. Господь спасал людей сотнями. Вы понимаете, я всегда стремился спасать людей от преисподней. Всегда стремился крестить их силой Святого Духа. Следовательно, я являюсь учителем Писания и евангелистом собраний пробуждения. Мне 60 лет. Я беру пример с моего отца, который был служителем. Я никогда не гасил пламя, которое Господь вложил в мой дух. Я не гасил духовное рвение по благовестию. Я всегда стремился помогать поместным церквям расти в благодати, в познании и в силе Святого Духа. Есть часть людей, которые настроены враждебно. Они осуждают христианские телепередачи, осуждают тело Христа, критикуют всех, критикуют в Фейсбуке и говорят плохие вещи. Тело Христа состоит из обыкновенных людей. Иногда обычные прихожане делают странные вещи. Иногда пасторы делают странные вещи. Я всегда хотел видеть пробуждение в Соединенных Штатах Америки. Всегда хотел этого. Меня приглашают проповедовать по всему миру. Я отклонил многие приглашения, я призван служить в Америке. 20-й год — это год выборов. Духовный мир активизируется и создает давление на людей. Это происходит во время выборов президента. Я наблюдаю за этим последние 20 лет. Не забывайте о главных вещах в жизни. Я имею в виду любовь, проповедь Евангелия и единство в Церкви. Тогда Господь совершит чудеса. Перистон приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю. Вы можете посетить город Петра в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok